ребята всем привет сегодня у нас рыбалка рыбалка на фидер выбрались на рыбалочку с двумя фидерами ребят сегодня мало вещей не как на карповой рыбалке уже немножко разложился удилища еще не собирал сегодня порыбачим на классический фидерный монтаж и флет в принципе все по стандарту сейчас замешаем кашку разложим удилища рыбачи сегодня будем на червя парыш на флет поставим фельдик у ребят уже замешанный вот такой вот фирмы карп драйв потом дальше ребят расскажу вам будет интересно ребят нас очень сильный ветер ну мы уже с микрофоном я думаю что качество для вас она сильно повысится самого видео не так как будет не будет задавать также ребят нас на прошлой рыбалке была проблема с камерой вроде сейчас более-менее все хорошо пишем после ремонта проверим ее и порыбачим ребят полетели так ребят ну что полетели сейчас быстренько сделаем нашу прикормку на сегодня скажем так быстрая сессия немножко тут она придумала себе половить плотвы попробуем надеюсь погода нам даст и позволит добавим вот такой вот ребят уже готовая кукурузка три кабай сладенькая немножко также ребят мы в моменте транспортировки опарыша если немножко опарыш нас это нам на руку немножко добавим по желтенькой совсем немножко не бы не хочу добавлять пробку и методом хочу чтобы она была именно в самой прикормки нашей каши и немножко вот такой цвет другой тоже от фирмы пикабайс уже готовая смесь не нужно для ленивый скажем так отлично есть и теперь это все дело ребят будем после рыбалок остался вот такой вот big fish прикормка желтого такого цвета дадим ее сюда и это все дело классическим фидером черная фракция замешиваем у себя сегодня есть еще идея добавить что немножко карпового питания но про это позже взял с собой кружу бойликов ребят я думаю что если карпот нравится ты понравится нашей плотвички и карасю принципе и всей мирной рыбе теперь это дело сейчас хорошо перемешаем добавим еще немножко желтой припормки не будем жадничать так ребят не забываем забирать собой вот эти вот пакеты прекрасные не оставить на месте рыбалки и пока положим под ведро а потом заберем с собой выбросим мусор и заливать на все дело ребят долго думал чем кадр вот такая цель очка мне осталось это чё ты сели наверно уже больше как мне холибуд думаю по этой погоде будет то что она нужна разбавим с водой зальем перемешаем забросим наш флэт сейчас покажу что будем дальше делать с флэтом пока будет настаивать наша прикормка принципе дистанции здесь по фидеру довольно приятные скажем так ленивый 30-40 метров запас будет поисковый так ребят ну что полетели сейчас будем забрасывать наш поисковый флэт вот это ребята все по стандарту лет кортик кормушечка 80 грамм поводу через сантиметров принципе ничего нового всех умудреного я не придумал так поставим сегодня вот такой печи который нас идет в наборе вместе с нашим печкам которым будем забивать кормушку рыбный пелец если такая насчет черненькая сейчас покажу и подрежем сюда пуп-пуп и дату последних рыбалках очень себя хорошо зарекомендовал как по мне банан у меня с ним все хорошо получается цвет скажем так здесь работает наверно больше цвет очень хорошо зашел цвет рыбе на водоеме просто на ура такой желтый желтый такой раздражающий сейчас без никого по кругу подрежу поставим его забросим флэт пока так будет стоять мы займемся кормлением точки наши под классический фидер подрезаем наш купал и оснащаем это все дело сейчас мы тоже еще оденем на иголочку ох ребят ветер погода конечно вам это вам этого всего наверно камера полностью не передаст одеваем наш монтажик я задену ребят и покажу что к чему у нас крючок у нас стоит по моему здесь восьмерочка если не ошибаюсь кордовский крючок это ребят честно признаться взял монтаж готовый уже опача скарпового своего кейсика и возьмемся топору потому что был был не уверен будет будет ли поклевки хотел поехать и стопов от методу но был неверен будут ли поклевки плюс ребят давно не ловили красиво нарядные плотвы уже хочется порыбачить на классический попачек и ребята вот такое обратите внимание сейчас не длинные волосы посмотрим как это все будет работать стопоров берем наш пачек перчик а ребят по поводу фирмы кардрайв ребят в принципе мы с этой фирмой уже общаемся сезон ребята делают офигенный классный перец который ребят но я перевал много пельца поначалу кто смотрел видели который просто заходит на ура и рыбе и мне также у ребят много пупапов бойлов все что нужно по карповому питанию есть ребят сейчас скидка есть по промокоду кардрайв для моих подписчиков скидка 10 процентов ребят сейчас пользуйтесь момента пока есть возможность потому что не факт что будет дальше так минутка рекламы прошла мы забиваем нашу кормушку и забрасываем сегодня ребят не брал не карту и подсадку ничего взял чисто все по фидеру посмотрим на это дело все может склевать отлично и плотва и карась залетит карп ребят будет бонус приз на барабане пусть стоит посмотрим он будет поисковый как 20 минут его буду перебрасывать вот такая красоте сразу его отправляем воду все сильно не буду там пытаться где-то как-то куда-то далеко почти вот даже себя прям своего места будем работать удилищем скажем и нам комфортно и это же поисковый все отправляем прямо водичку не так вот недалеко класс все выбираем стабину лески ребят сегодня бистос без сигнализаторов будем смотреть за удилищами на всякий случай поставим немножко фрикцион мало ли что мы знаем что в этом воде им обитают ребят интересные особи этим делом пока стоит готовый флаг мы сейчас займемся классическим фидером то что я говорил сюда сейчас добавим немножко карпового питания вот наша кажется сейчас перебьем не было вот этих непонятных комков долго-долго ребят думав у меня остались карповых рыбалок бойлики немножко дадим было меня улучшили остались у меня таковых рыбалок бойлики корабль вот это же фирмы 3 кабель думаю почему бы не перебить не использовать это в качестве крупной фракции так ну что ребят перебили в куше наши бойлики вот такая вот интересная тема я думаю что вместо крупной фракции об и досидачу тебя тоже добью немножко это у нас был монстры краб мы кинули и немножко добьем креветки думаю лишним это не будет качестве эксперимента ребят почему где почему вы не попробовать я реально понимаю что крупный бойл это кальмар нет что крупный бойл мне это смысл давать на точку фидерные вообще а вот перебитая почему это принципе состав бойлов принципе все примерно ребята знаете здесь и кукуруза и частички ароматизатора и всего остального почему бы нет почему бы не попробовать добавить . еще перебил немножко креветки начнем делать стартовый закорм в качестве пяти кормушек на старт потом свяжем поставим поводок сегодня думаю не сильно не будем стесняться поставим поводок на 0 и 14 быстрее всего не будем уходить в 10 ребят перебили в крушек тоже не слишком в муку сейчас покажем вот такие вот можно еще немножко отлично высыпаем посмотрим это будет рыба реагировать тоже перемешаем будут попадаться разные частички есть кукуруза вот такая у нас хорошая скажем так закормочная программа ребят полетели закармливать . ребята поводу монтажа не сказал монтаж нас классический ничего нового ушел ребята от пастер нос тогда сейчас рыбачу на такой онлайн принципе доволен меньше стал запутываться скажем так . вот уже выбрана забиваем нашу кормушку попробуем рыбачить так полетели удобная классная дистанция ребят там довольно хорошая у нас глубина ждем пока упадет вот наша кормушечка отлично высыпали нашу прикормку повторили ребят подряд связали поводок и ждем поклевок вот 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 так ну что ребят сейчас пришло время самое связать поводок поводок начнем обязательно на 014 лески есть готово крючок сегодня будем использовать вот такой вот десяточки фирма гирза по моему если я не ошибаюсь чего-то мне хочется сегодня попробовать на более толстой проволоке посмотрим здесь не будет получаться с этим поводком будем уходить более элегантный скажем так снасти тоненький будем 12 леску потоньше крючок ну начнем с этого быстро вяжем поводок поведу будем вязать ребят стандартный 80 сантиметров потом от него будем отталкиваться на что будет реагировать либо или нет но я думаю уходить сегодня полтора метра мы точно не будем может такое быть что придется делать его даже 60 такое часто бывает на водоемах не на речках именно на водоемах не знаю как связали наш отлично так вот на глаз делаем петельку думаю по поводу поводков ребят ничего нового никто еще не придумал гостей всего ближайшее будущее не придумает когда все как у всех берем наш монтажик запутался и дорогам чик одеваем петля в петлю ребят погода просто жесть не знаю как эта камера передаст но наверное пока мы сам видно как гнет камыши все деле наш поводочек начали на сегодня стартовать чего-то мне кажется лучшая червям потом посмотрим может пойдет дело парик ветер просто лютый одеваем скажем так дорого богата червь не жалеем его делаем хорошие пучки сейчас покажем делом такого ежика живого живого чтоб нашу рыбку чем-то заманить вот такой живой ежик пусть на дне шевелится привлекает нашу рыбу брал сегодня с собой спреи ну думаю начать без них посмотреть как либо будет реагировать на чистую приформку с червем разных экспериментов на нашу не путаться поводок забросить и забрасываем нашу точку ловли класс ребят ровно в точечку хоть и ветер но ловим точки выставляем удилище выбираем слабину пока наш метод молчит порыбачим немножко метод классический фидером ребята уже говорил так ну что ребята стоит то что только ждать поклевки надеяться что какая-то рыбка на сегодня порадует мы будем все для этого делать и договариваться с ней ребят было нас лютая поклевочка посмотрим на червя так хорошо был такой классный загиб аж душа порадовалась давно такой нахидер не видел блин жадно может карась либо хорошая большая плотинься посмотрим но идет пока смирно потихонечку так называемого доводок 14 воспользуемся подсачкой ребят ветер просто литейший вот это карась дядя карась к нам зашел вот карасьевич ребят залетел также одна клевалка до творите какой красавец такой грамм 600 наверное лютый дядька хороший зацеп трубу с ним на говорит вот такой ребят красавец карасьевич ребята сегодня без отка отпускаем рыбу на так это радует ребят вторая поклевка у нас это первая реализация первые мне снимали потому что ребят не было реализации поселки был только загиб но загиб такой жадный блин череп плюс опарыш дала свое дело даже воспользовался подсачкой ждали на точке плотвичку но пришел карась так повторяет то что мы одевали череп вот так вот черепа я маш накручивая на сам крючок так вот жадненько набиваем нашу кормушку лет пока молчите уже сделал два-три перезаброса ближе дальше ищем ищем надеемся может кто-то и на фототпитница но пока на животинку просто рыба реагирует на ура сейчас попробуем заснять интересные красивые загибы специально сегодня поставил деликатный скажем так вертип под это удилище чтобы на хорошо вам передавать эти все эмоции также ребят вас опять произошла некоторая неполадочка с микрофоном со звуком то пишет то не пишет ребят отправляем отлично точечку точечку кормим точечку сейчас делаем подтяжку попробуем заснять красивый загиб правильный красивый загиб так ребята по поводу микрофона сразу ребят извиняюсь думали будет запись микрофоном записан верно пол видео микрофон проверили нету записи обидно досадно ребят что-то не срастается нас техника на думаю с этим всем делом разберусь в следующий сезон и может может еще и в этом ребят заедем с нормальной техникой с хорошим звуком с хорошим качество видео так что ребят все впереди все сайте и самое все самое интересное впереди очень много задумок чего хочется сделать вот ребята там кто-то такой просто красавец так сильно не будем форсировать тяжелый тяжелый теперь всего наверное карась до сих пор еще не может плыть карасьевич второй карасьевич сейчас посмотрим немножко поменьше немножко поменьше на червя опять же сам отцепился за подсаку второй карась ребят ехали вообще вообще ехали за платвой нарядной ну пока мы не видим вот такой житель этого водоема ребят но все равно поклевки самой рыбы уже не могут не радовать лет молчит ребят перебрасываем его ну пока молчит не дает поклевки на принципе классический фидер это более скажем так быстрая рыба подходит здесь состав корма такой ребят сам бы клевал был на месте рыбы и бойлики кукурузка опача чего-то только что нам карасик напутал сейчас распутаем да еще ветер и очень тяжело сильно определяться блин когда рыба когда ветер быстрее всего опять карась ребята где же наша плотва получилось ехали за плотвой наловили карася вот такой вот это уже сам отдал крючок можно без экстрактора вот такой ребят на принципе карась остается стабильным нам ладошечным скажем так красавчик да ну ребят не рыбачил не ловил карася зови там плотвичку зови на плотвичку то мы всегда просим карпа этого будет просим ребят плотвы сегодня и опять же работает червь пучком бутербродик даже червь с опарышем больше одеваем не все покушал на наш карасевич ничего мы сейчас ему добавим добавки ребят солнышко выходит но что-то она совсем не греет и кай какая-то блин еще и плюс 3 мухи и 0 не сильно и помогаете спасает на сегодня утром было 3 градуса одеваем нашего парика было утром 3 градуса сейчас около 6 7 пошло похолодание резкая сказывается немножко на активность рыбы принципе карась еще будет активно братья думаю карпуша ребят уже тяжело договариваться нас последний выезд за карпом мы сезон по карпу не закрыли думаю еще по-любому поедем попробуем открыть сезон ну карт уже крайне плохо брал толком не кормили не точке ничего забрасывает думаю ребят сегодня мы полдня продержимся по любому с оператором чтобы снять хороший правильный контент точечку класс и тут точечку ребят прям летит не знаю вот ветер бывает иногда специально так не бросишь ровно и классно как бросаешь сейчас ветер получается в спину и помогает нам сопутствует не нужно пробивать удачно выбрали место на водоеме одна ребят проблема быстрее всего ветер задувает крайне сильно камеру так мы что ждем поклевки красивых загибов ух ребят там у нас рыб хороший рыб удилище ребят аж тяжело идет ух ты что-то хоть не карася ребят а нет карась опа опа карась лет у нас молчит ребят даже не собирается никак намекать карасьевич вот такой заглотил заглотил ребят возьмем экстрактор хорошо заглотил вот ребят ехали за плотвой оклютно сегодня к россии но все равно ребят рыбал каким не менее им удалось можно сказать есть поклевки есть загиба опа опускаем льет на червя 14 поводок ему сегодня не помеха от нашему карасю лет молчит чего-то блин ребят не знаю даже уже пробовал ближнюю дальнюю дистанцию поменял цвета не хочет не карась активно реагировать все хотят животного корма перед зимой хотят белка набрать жирка белка все готовятся к зиме так падением еще одного червя пусть будет такой большой большой шевелящийся комок на дне быстрее всего он не привлекает нашу рыбу больше наверное может даже чем и корм корм дает какой-то такой пищевой сигнал что здесь что-то интересного есть а прямо подходит видеть нашего человека льет клюже у нас корме есть ребят папарика немножко который сыпался тоже да он делает на точке такую сбор рыбы быстрее всего просто плотва не успевает за карасем карась сам по себе он такой метроглазит ох ветер ветер поделим да а в в Ух, ребят, ну есть, сопротивляется. Есть, есть, сразу, может минуты две прошло с заброса, есть загиб. Ребят, минимальная точка стал карас, ребят, вот, это уже такой зачет карасик, покрупнее, покрупнее, ребят, ну это просто, оп, ребят, ну это уже такой бутик хороший, скажем, я назовем его так, приятно, вот моя ладошка, более чем, оп, и опять же, ребят, на вот такую задную червей, охапку, он клюет. Ребят, в принципе, нафиг, нам сейчас нужен тут плэт, и сейчас отлично работает, логический фидер. Карась, в принципе, сейчас перед зимой тоже активно питается, дает нам возможность порыбачить. В принципе, я не знаю, карась всегда хорошо ловится, нет у него таких, но летом по жаре, в принципе, когда вся рыба не ловится, и карась молчит, то он более такой нисходительный к жаре. Повторяем. Опять такой осьминожек, кусок мяса для рыбы. Прикормка, ребят, нас получилась знатная и правильная. Если рыба хорошо реагирует, еще и в такую погоду, хороший хозяин, собаку на улицу не выпустить. Мы на рыбалку. Так. Оп. Отправляем. Вот так вот по красоте. Ребят, при том всем, что я сильно точку не раскармливал. Я сделал пять забросов, потом темпанул пару и все, рыба пошла катастрофу с периодичностью. Такую клевать более-менее, там, две-пять минут. Я не темпую, не держу темп лютый. Прикормка, ребят, наверное, сделала свое дело. Ну, а там посмотрим по итогам рыбалки. Ребят, какие загибы, какое сопротивление, блин. Есть своя все-таки прелесть в Фидере. Эти жадные поклевки карася, это просто что-то. Не знаю, как убирать эту эмоцию, это просто нам. Никакая погода нам не испортит. Оп. Сопротивляется, блин, зараза. Хорошо сопротивляется. Дядя карась. Опа. Опять же, ребят, плюс-минус такой самый карась. Просто хорош. Повторяем, ребят, все в точности. И рыбачим дальше. Хорошо. Ребята, заставил меня самого стульчика. Ждал просто именно для того, чтобы, ребят, отснять хорошую поклевку. Вам передать эти эмоции. Не подсекал. О, есть. Как я люблю, когда рыба сопротивляется, когда ловишь на шнур. Особенно тонкий шнур. Здесь, по-моему, 16-й стоит. Или 14-й тоже. Вот это чувство, когда рыба сопротивляется просто. Просто класс. Ох. Один больше второго, ребят. Красавцы все равны, как на подбор. Вот такой вот. Освобождаем его. Так, отдай нам ручка. Сейчас, ребят, немножко руки не слушаются, прохладно, скажем так. Так что, как бы, то, что летом освобождалось в секунду, сейчас руки немного в шоке. Оп. Есть. Отлично. Вот. Иди. Опа. Отлично. Здесь, ребят, уже была подсадка опарика. Не хотел он клевать. Мы немножко подказывали. Дали ему бутерброда. И на бутербродик пошла. Пошла рыбка обратно. Опять сейчас не будем жадничать. Заново меняю насадку. Бросаю это все в ведро. С кашицей, с нашей прикормкой. Одеваем свежака, который будет на дне привлекать нашу рыбу. Блин, ветер, конечно. Здесь живут... Опа. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...